Почти в 600 школах Казахстана нет столовых. В них организованы буфеты, куда еду детям доставляют так называемые кейтеринговые службы. Об этом сообщили в Министерстве просвещения. Как контролируется питание детей и о каких проблемах, заявляют арендаторы школьных столовых, расскажет Эльмира Иржанова. С этого учебного года в школы Казахстана вернули горячее питание для детей младшего звена. Охватили им более трех миллионов школьников, но, как выяснилось, не все дети имеют возможность питаться в столовых. Их нет в 591 школе страны. Проблема возникла из-за того, что соцобъекты устарели и в них изначально не были предусмотрены помещения под общепит. На сегодня в этих школах организовали буфетное питание с открытием модульных или приспособленных столовых. В 303 школах пищу детям доставляют кейтеринговые службы. Разработать ассортиментный перечень разрешенной буфетной продукции для питания обучающихся в школах, не имеющих столовых. Это нормативный документ был согласован с Министерством здравоохранения, Национальным центром здоровья и питания. Инициатива обеспечить горячим питанием младшие классы хорошая. Родители рады, дети должны быть сытыми. Правда, при составлении меню не учли самого главного – стоимость питания. Ведь денег выделили мизер. На каждого ребенка государство платит по 507 тенге. А с вычета налога на добавленную стоимость и вовсе остается 453 тенге, рассказывает арендатор школьной столовой в Актубе Гульнар Уралбаева. В сфере общепита она работает 35 лет и уверена, денег нужно выделить как минимум в два раза больше. Ведь по рациону в эту сумму должны входить первое, второе блюдо – мясо, курица, рыба, фрукты, молочная продукция, салаты и мед. Есть вопросы у предпринимателя и касательно утвержденного рациона. Мы даем молочную продукцию, мы даем рыбу один раз в неделю, у нас и мясные продукции. И вообще утром рано, в 8.40 у нас в некоторых школах есть, потом в 9.00 чем-то, ребенок не может есть мясо. Котлету, например, с макаронами, котлету с гречкой или рыбную рыбу. Понимаете, это же завтрак, должны быть каши, должны быть, например, бутерброды, вот такое. Что касается качества продуктов, то вся еда, которую дают школьникам, под строгим контролем, уверяют чиновники. Есть брокеражная комиссия, комиссия по мониторингу качества питания. И нужно здесь сказать, что работа Китеринг, она также рекламентирована приказом Министерства здравоохранения. Также к ним есть требования, санитарно-эпидемиологические требования. Поэтому это не просто откуда-то взятое. Есть проблемы у предпринимателей с получением финансирования за предоставляемые услуги. В той же 10-й школе Актубе выяснилось, что арендатор не получила денег за все эти дни. Все это время она кормит свыше 700 школьников за счет собственных средств и ждет, что местные чиновники сдержат обещания.